Всем привет, друзья! Рада видеть вас у себя на канале. В этом видео я хочу поделиться с вами методами управления сценическим волнением. Возможно, какие-то вам уже известны, а какие-то вы еще не знаете. Обязательно потом напишите мне об этом в комментариях. А также в конце видео я хочу рассказать вам истории о сценическом волнении, которая произошла со мной, когда я училась в музыкальном училище. Как я все же справилась с ним и какие выводы сделала. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Давайте разберемся, что же такое волнение и почему оно происходит. С точки зрения нейрофизиологии, волнение это адреналиновый всплеск, который нас мобилизует. То есть мы готовимся принять что-то, что возможно произойдет. Становимся более энергичными, внимание рассредоточивается, но при этом мы слишком напряжены, чтобы быстро отреагировать. Это особое состояние готовности к бегству или борьбе. Но в нашем случае нам не нужно никуда бежать или бороться. Почему же тогда мы волнуемся? Причин может быть несколько. Первое. В том, что возможно вы недоучили произведение и поэтому неуверенно себя чувствуете. Что значит недоучили произведение? Есть технически сложные места, которые, как вам кажется, можно было бы еще подучить. Или когда вы играете произведение от начала до конца, сбиваетесь в каком-то месте в тексте, путаясь или вовсе забывая какие-то отрывки. Это вполне может происходить. Возможно, произведение технически для вас сложное. А возможно, вы просто в какой-то момент отвлеклись и, потеряв контроль над исполнением, сбились или запутались в тексте. Что можно сделать в такой ситуации? Нужно постараться вернуть контроль. Даже если вы запутались или остановились, ничего страшного. Все мы люди, а не роботы. Постарайтесь вспомнить текст и играть дальше. Если вы добросовестно готовились к выступлению, то ваша мышечная память обязательно в этом поможет. Вторая причина может быть в том, что у вас сверханалитический склад ума, и вы останавливаетесь всякий раз, если что-то не получилось так, как вам хочется. Это вредная привычка, которая может привести к неприятностям во время публичного выступления. В концерте можно остановиться из-за случившейся мелкой ошибки или впасть в панику, рискуя провалить выступление и потерпеть неудачу. Вам нужно собрать всю волю, чтобы сыграть как можно лучше, без серьезных потерь. Но при этом не следует терять присутствие духа, если что-то пойдет не совсем правильно. Один из способов избавиться от вредной привычки – не прерывать игру из-за незначительных погрешностей в ходе репетиций. Вам нужно приучить себя играть без остановок, начиная с больших периодов и кончая целыми частями произведения. Прерывайтесь лишь в случае крайней необходимости. Даже в случае серьезной ошибки научитесь с честью выходить из сложившейся ситуации и как можно скорее возвращайтесь в исполнительское состояние. Вы запомните ошибки и позже их обязательно исправите. Не дробите каждый такт, даже самый простой, на составные элементы, чтобы работать с каждым из них в отдельности, не объединяя их. Иначе музыкальное произведение перестанет быть живым художественным творением и превратиться в чередование технических трудностей. Погружаясь слишком глубоко в детали, вы никогда не достигнете истинного понимания целостности произведения. Вам нужно добиваться убедительного, содержательного музыкального исполнения как в коротких эпизодах, так и в крупных частях произведения. Соединять воедино то, что ранее было раздроблено. Третья причина может быть в том, что нет баланса между стремлением к яркому музыкальному исполнению и трезвым аналитическим подходом. Например, вы сталкиваетесь с каким-то трудным эпизодом в произведении. Анализируете его, преобразовываете в ряд хорошо продуманных упражнений и достигаете определенного технического мастерства. Но когда вы исполняете произведение целиком, пассаж может не получиться достаточно хорошо или же не удастся вовсе. Как это можно объяснить? Ответ кроется в совершенно различных состояниях сознания и мышц при исполнении этого эпизода как учебного материала или того же фрагмента как части музыкального произведения. Включайте в художественное исполнение вибрато, динамические оттенки, как средство экспрессии. Все это даст новые ощущения, которых нет в процессе изучения отдельного фрагмента. После того, как фрагмент в техническом плане освоен, его нужно исполнять уже как элемент художественного произведения с соответствующим эмоциональным настроем. Только тогда можно ожидать, что трудный фрагмент удачно вольется в законченное исполнение произведения без видимого следа. Четвертая причина, почему вы можете волноваться, состоит в том, что вы недостаточное количество раз играете перед зрителями. Всю программу как есть, от начала до конца. Дело в том, что наше эмоциональное состояние разное, когда мы просто играем с концертмейстером перед педагогом и когда перед зрителями. Если у вас есть такая возможность, постарайтесь обыграть новую программу перед выступлением. Пройдитесь по музыкальным школам, домам творчества, библиотекам. Я даже видела, как студенты просто играют на улице. Поверьте, вас будут слушать с огромной благодарностью. И чем больше вы будете играть на зрителя, тем меньше будет ваше волнение. Ни в коем случае не ругайте себя за погрешности, если таковые будут. Просто запомните их, чтобы потом проанализировать и позаниматься над ними. Также на тему волнения я хочу поделиться с вами своими наблюдениями за известными джазовыми музыкантами, такими как Чик Кориа, Хироми Уихара, Зак Брок, Элла Фиджеральд, Майлз Дэвис, Херби Хэнкок и за многими другими. Я совсем не замечаю у них волнения. Помимо того, что они, конечно же, профессионалы в своем деле, у них еще есть свобода, которая подвластна настоящим композиторам. Они следуют правилам, но от того, кто с ними играет, может зависеть ход их мыслей, как будет сыграно та или иная фраза. И с каждым музыкантом она будет звучать по-новому. Такой полет мыслей вводит их в состояние потока, совсем не оставляя места для волнения. А что вы думаете по этому поводу? Напишите мне свои мысли в комментариях. А сейчас, как и обещала, расскажу историю с волнением о себе. Когда я заканчивала музыкальное училище, на госэкзамене я играла си-минорную партиту Баха, буре и дубль, и пятый концерт Вьетана. Я вышла на сцену и начала играть Баха. Сыграла буре, но когда начала играть дубль, сыграв примерно половину, я запуталась в тексте и остановилась. Я начала играть дубль сначала. И когда я опять дошла до этого места, снова запнулась. Я и сейчас помню это ощущение, чувство какого-то оцепенения. Моя педагога сказала мне играть дальше. Я сыграла концерт, пьесы. Все уже было как во сне. И молча ушла со сцены. Когда мои однокурсники сыграли все свои программы, меня попросили снова выйти на сцену, чтобы сыграть Баха. Я вышла. И когда начала играть, и дошла снова до этих тактов, почувствовала небольшую заминку. Но на этот раз я не остановилась и доиграла до конца. В зале даже кто-то сказал фух. И раздались аплодисменты. Почему я сбилась? Мои мысли на этот счет таковы. Так как это был госэкзамен, от результата которого зависело дальнейшее мое поступление в консерваторию, я очень сильно переживала. Вы спросите, достаточно ли я занималась? Да, более чем. Я очень люблю свою профессию, и меня никто никогда не заставлял заниматься с самого детства. Плюс старшие курсы скрипачей очень вдохновляли нас своим примером. Мы так же, как они, много занимались, чтобы играть так же хорошо, как они. Думаю, поэтому даже в стрессовом состоянии моя мышечная память помогла мне вспомнить пару этих нот. Позже, когда я сдавала госэкзамен в консерватории, подобного уже не повторялось. Тогда мне еще помог опыт работы в драматическом театре. Там были спектакли, в которых я играла с малым составом оркестра сольные партии скрипки. И при этом я еще ходила по сцене среди актеров. Это был незабываемый опыт и возможность больше выступать на сцене, что, в свою очередь, помогло мне справиться со страхом сцены в консерватории. Теперь давайте подведем итоги. Чтобы меньше волноваться на сцене, необходимо первое, осознанно заниматься, чтобы не было чувства недоученности произведения. Второе. Во время проигрывания программы не останавливайтесь всякий раз, когда вам что-то не нравится, так как в концерте вы, скорее всего, тоже остановитесь. Приучите себя не прерывать исполнение из-за незначительных погрешностей, когда репетируете. И, конечно, больше играйте на зрителя. Именно игра перед слушателями заставляет нас включаться в исполнительское состояние, погружаться в него целиком, не отвлекаясь. После того, как вы готовы технически сыграть трудный эпизод, добавьте в него средства экспрессии, вибрацию, динамические оттенки и, конечно, эмоциональный настрой. Только тогда можно сказать, что произведение будет готово к исполнению наслушателя. И еще расскажу вам маленький лайфхак от Чика Кори. Он говорил, что для того, чтобы уменьшить волнение перед выступлением, он приходил в зал заранее, ходил по нему, представлял, как он выступает и изучал его с точки зрения акустики. Это очень помогало ему настроиться на выступление. Друзья, делитесь в комментариях, как вы исправляетесь со сценическим волнением. Спасибо за просмотр! Делитесь видео с теми, кому оно может быть полезным. И не забудьте подписаться на канал. До встречи в новых выпусках!